Всем доброго времени суток! Я продолжаю плеяду вкусных новогодних салатов, потому что они обязательно должны в большом количестве стоять на столе. И вот один из салатов мне, по секрету, выдала мама Паши. Если кто когда-либо заказывал у меня что-то в магазине, то вы непременно сталкивались с нашим прекрасным чудесным менеджером Павлом. Вот его мама такая говорит, почему вы не сделаете такой салатик? Сделайте такой салатик. Он очень простой. И много лет они его пользуют, и на все праздники, и говорят бомба. Тем более, что он сезонный. Именно как раз в зимний промежуток времени. Значит, вот с чего я начинаю. Смотрите, у меня есть вот такой ялтинский лук. Красивый. Именно ялтинский. Крымским мне в Ялте один раз сказали, типа, ты крымским его не называй. Это ялтинский лук. Бренд настоящий. Значит, вот мне нужен тазик. Какой-то маленький. Ну, я возьму терочку слайсер. У меня есть такая, чтобы удобно было нарезать. И погнали наши городских. Просто-напросто делаем тонкими полукольцами, там кольцами. Смотрите. Нету такой терочки. Ну, значит, ножичком. Половинку луковички здесь будет достаточно. Луковица у меня большая. Далее мы сюда льем лимонный сок. Ну, в общем-то, четверть лимона где-то примерно должно хватить. Надо его хорошенечко подмариновать. Я имею в виду лук. Подливаем сюда. У меня зимний абхазский лимон. Или узбекский, у кого где какие. Щепотку сахара для вкуса. Чуть-чуть совсем. И немного соли. Ну, то есть, такой классический маринад, который может сделать каждый. Каждый из вас. Все, чуточку соли. Пусть он будет вкусный. Сам по себе лук. У меня еще есть, я, конечно, без перьев совы обойтись не могу никак. У меня еще есть ворчестер. Или вустерский соус, который в размере одной чайной ложки очень хорош для маринования лука. Лук приобретает совершенно невообразимый аромат. Можно его есть вот прям даже так. В маринованном виде. С удовольствием. Ну, и сам еще лимон дает. Знаете, вот этот абхазский лимон. Это гибридный лимон. Он дает такую ароматику шикарную вообще. Как будто цитрусового чего-то туда добавили. А в ворчестере еще есть гвоздика. И, в общем, лучок такой вкусный получается очень. Все, даем ему помариноваться. Какое-то время. Во-первых, лук сам по себе сладкий. Во-вторых, соль, сахар, лимонная кислота сделает его фантастическим. В моих руках тюменские наушники CGPods, которые по качеству и функционалу не уступают Apple AirPods. При этом цена их в 4 раза ниже, чем у яблочных наушников. CGPods чисто и отлично звучат и работают 20 часов, как, в общем-то, и Apple AirPods. Только у них есть маленькое отличие. Они водонепроницаемые. То есть вы можете в них купаться, плавать в бассейне, ходить под дождем. И если вдруг вы куда-то там вляпались, то их можно просто-напросто помыть под краном. У каждой модели CGPods есть свои фишки. Вот, например, этот кейс сделан из авиационного алюминия и выдерживает нагрузку в 220 килограммов. Тогда как Apple AirPods выдерживает всего лишь 84 килограмма. Поэтому, если вдруг вы на них наступили, ничего с ними не будет. А если вдруг кто-то на них сел с твердой попкой, ну, знаете так, прям раз, мощно, то другие наушники что? И развалились. А эти выдержат все. Кейс у CGPods Lite выглядит как кейс для дорогой ювелирки. И она, кстати, самая маленькая в мире. В наушниках CGPods гарнитура с завода Apple. Поэтому микрофон передает звук идеально чисто. Внизу, в описании под роликом, я напишу ссылку на официальный сайт CGPods. И там же, рядышком, дам промокод при покупке, который сделает скидочку в 200 рублей. Поэтому подарки к Новому году готовить пора. Да и, в принципе, подарки к любому празднику хороши. Заходите, смотрите, вдруг какой-то подарок вам приглянется. Так, теперь у меня тут две главные задачи. Почистить яблоко, потому что это тоже часть салата, яблоко. Можно, конечно, его и не чистить. Я вообще многие вещи чищу. Не нравится, когда они со шкурками. Есть их не очень удобно, застревают в зубах. Хурму лучше взять потверже. Но нужно учитывать, что все-таки потверже. Это лишь потому, что чистить овощечисткой удобно. И нарезать удобно. Будет в кашу, будете, конечно, мучиться. Но, с другой стороны, и та, которая в кашу, тоже она вкусная сам по себе. Берите ту, которая не вяжет. Можете взять королек. Тот потверже и удобно чистится. Это тоже вот к тому, что я не люблю. Просто, если вы не хотите заморачиваться, можно и не чистить ничего. Но, я вот хочу почистить. Мне нравится, когда хурма без шкурок. Она тогда вкуснее. Тарелочку сразу подготовьте. Такой, знаете, немножко глубокая должна быть. У меня помытый салатик. Из магазина, из обычного фрелис, по-моему, называется как-то так. Можно взять салат в горшочке. Тоже подойдет. Он нам нужен для основы. Ну и, соответственно, для красоты в том числе. Вот таким образом выкладываем листики салата, чтобы у нас тарелка выглядела презентабельно. Ну и, конечно же, используем самые понятные, доступные ингредиенты, которые вы можете купить. Вообще, уже давно перестали писать про то, что я готовлю с перьями и жопы совы. Ну, видите, приходится. Покупаю только в обычных супермаркетах. В самых доступных. Ну, вот смотрите. Получилась вот такая подушечка у меня. Я чуточку его отжимаю. А то иначе потечет у нас там все. У нас еще заправка будет жидкая. И вот сюда вот выкладываю первым слоем лук. Яблоки. Тонко. На миллиметровке шинкую. Я брал сорт фуджи. Нравится мне яблоко сладкое, сочное, хрустящее. Теперь слой яблока. Все, по форме смотрите. Надо, чтобы лук был закрытый, чтобы зелень у нас торчала. Теперь заправку. Так, сок лимона это обязательно. Треть лимончика. Потом обязательно ложечку зерненой горчицы. Зерновой она прям зернами, красивыми. Вот такими вот сюда добавляем. Это уже мое личное включение в этот прелестный соус. Меда. Одна чайная ложка с горкой. Но у меня он не совсем тягучий. Поэтому получается вот такая вот прям мощная горка. Сюда это все отправляем. Все это надо размешать. Самое удивительное, что в салате нет соли. Меня в целом это не смущает, конечно. Я не пробовал этот салат ни разу. Это экспериментальный как бы вариант. Но Паша говорит супер. Поэтому я верю. Он человек хоть и очень творческий, но в еде понимает. Потому что столько с нами в команде находится, конечно. И ролики смотрит, и все. Еще чуточку добавлю. Я бы, конечно, сюда своего соуса каплю добавил для вкуса. И пока... Ну я заправкой все равно яблоки буду поливать. Но вот их надо быстренько. Заправку, видите, поздно начал делать. Надо было вначале заправку сделать. Потом яблоки шинковать. А то они норовят потемнеть. Каплю прям уксуса. Ой, уксуса, говорю, соевого. Все, чуточку прям совсем. И оливковое масло. Здесь мне потребуется. Но вначале нужно мед весь растворить. Чтобы потом не было осложнений, когда заправка станет жирной. Хоть по рецептуре этого не было, но... Я аж повар. Чувствую, что вот тут чуточку надо добавить вкусняшки. Теперь сюда льем оливковое масло. Лейте на глаз, вы потом попробуете заправку. Если поймете, чего вам недостает, добавите еще. Ну, дай бог тут 50 миллилитров я налил. Но по объему примерно, там, чуть меньше, чем вот был объем у нас меда с лимонным соком. Все размешалось. Я вот этот слой хочу полить для того, чтобы яблоки перестали у меня темнеть. Ну, и пусть они пока пропитываются вкусным сладким соусом, заправкой. Листочки мяты очень освежат этот салат. Очень. Это прям вообще. Во-первых, она продается много где. Несложный ингредиент. Если его нету, значит без них. Ничего страшного. Петрушку добавьте. Я помимо листочков мяты еще кинзу припас. Знаю, что кинзу любят не все, но те, кто любит, обязательно добавляйте. Ну, то есть зелень на ваше усмотрение. Вот так. Теперь хурма. Она без косточек. Что, в общем, очень удобно. Ее и шинковать удобно, и отличная хурма. Не вяжет. Хурму добавляем. Так, красивая. Наверх. Некрасивая. В центр. Заправочка все поливаем, поливаем в процессе, чтобы все пропитывалось. Часть заправки стечет вниз. Ничего страшного. Хорошего куруму надо взять для этого салата, иначе будет невкусно. Все красивыми ровными кружочками финализируем. Дальше. Оставшаяся заправка. Обязательно перчик. Обязательно листочки мяты. Сверху. Оп. Да, в общем-то и все. Сейчас приберу, да, и пробовать буду. Пахнет вкусно. Но его как торт, в общем-то, надо резать. Я даже взял ножичек, которым мне не жалко для таких вот случаев пользоваться. Ну, давайте. Вот так, уголочек, раз он похож на торт. Ё-моё, как хисть-то его. Вот так он выглядит внутри. Я такой салат, честно признаться, не ел никогда. Но, это вполне себе праздничный зимний салат. Лично для меня. Мне немножко не хватает соли. Баланса нет. Лучок, когда будете мариновать, добавьте прям соли там хорошенечко. И вот когда у вас будут сладкие, кисло-сладкие слои хрустящего яблока, мягкой, нежной, не очень сладкой хурмы, но при этом там же есть мёд, поэтому всё такое становится ярко-сладкое. Вот как раз вот эта соль от лука, она, во-первых, лук. Вот верхушку ешь, такой думаешь, очень похоже на фруктовый салат. Но когда с луком добавляешь, прям он раз и преображается. Во-первых, мята даёт взрывы яркие и очень сильно освежает. Ешь когда. Моя любимая кинза там всё это даёт ещё дополнительный вкусовой баланс. Значит, салат вот этот вот, он сам по себе понятно, что безвкусный, но при этом он создаёт такой хруст. Это всё становится хрустящее, яркое, сочное, зимнее. И в заправку я бы добавил чуть больше соевого соуса и чуть больше кислоты. Видите, я делаю сейчас это первый раз, и поэтому, короче, не хватает мне чуть-чуть кислоты, соли. Но, может быть, и в луке надо соль, да, и капельку ещё соевого. В остальном это действительно очень крутой салат. Сюда ни в коем случае не хочется добавить никакого белка, ни рыбы, ни птицы, ни мяса. Он, я бы его назвал, наверное, стартер, потому что его надо есть в самом начале. Он разжигает аппетит. Очень хороший, как он называется по-русски, очень хороший союз вот этих всех ингредиентов. И действительно, Паша на маме респекта, уважуха. Понятно, что у неё сын такой работоспособный и такой классный. Вот, такие салаты нужно детям делать. Ничего лишнего, всё доступное, всё есть в руках. Ну, за исключением там зеленушки, вы сами её поменяете. Но мяту прям вот постарайтесь найти и добавьте туда. Очень хороший создаётся вкус. Приятного аппетита, с наступающими праздниками у вас. Всего доброго, до свидания.